Всем привет! С вами канал Армормастер. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем средний французский танк Первой мировой войны Сен-Шамон. Начнем с истории данной машины. Ни для кого не секрет, что первыми разработали и пустили в бой танки англичане. Тем не менее, французы, которые никогда и ни в чем старались англичан не отставать, тоже сразу же захотели иметь на вооружении своей армии танки, тем более, что боевое применение этих машин показало, что вещь эта действительно нужная. Первым танком, который французы запустили в серию, был танк Шнейдер. Танк не очень удачный, достаточно спешно разработанный, но это было не самое главное. А самое главное было то, что танк Шнейдер был запущен в серию в обход управления механизацией французской армии, что, конечно, это самое управление никак не устраивало. Поэтому это же самое управление выдало заказ на разработку собственного танка, и все бы ничего, но этот танк по-своему оказался даже хуже, чем Шнейдер. И этим танком стал как раз-таки рассматриваемый сегодня Сен-Шамон. Что это был за танк? По конструкции, наверное, проще всего привести аналогию в том, что это был броневагон от бронепоезда, поставленный на шасси от трактора. Ну, к чему это привело? Во-первых, это привело к тому, что данная машина имела очень плохую проходимость из-за того, что у нее были большие свесы. Кроме того, тракторная ходовая часть, конечно, была неким временным решением, но, тем не менее, этот опыт и последующие опыты показали, что все-таки скрестить танк с трактором невозможно, и разрабатывать их надо по отдельности. И в итоге тракторная ходовая часть привела к тому, что давление на грунт было также очень высоким, дважды увеличивали ширину гусеницы на данном танке, но тоже, как глобально, к улучшению проходимости это не привело, в том числе из-за огромных свесов спереди и сзади. Там даже были разработаны специальные бочонки, которые вращались при наезде на препятствия, но, понятное дело, что глобально улучшить проходимость данной машины эта полумера не могла. Также достаточно архаичным выглядит размещение орудия в лбу корпуса, причем практически без возможности горизонтальной наводки. Архаичным выглядит сама даже форма бронекорпуса, то есть машина получилась, конечно, не очень удачная, и, как уже я сказал выше, заказ на нее обуславливался не какими-то ее хорошими качествами, а, скорее, экономическими причинами, то есть желаниями загрузить свои заводы, а не заводы конкурентов во Франции. Также при этом на этой модели были внедрены и достаточно интересные новинки тех времен. Например, эта машина обладала электрической трансмиссией, такой не сбывшаяся мечта доктора Порше. Но также, как, в общем-то, и на Поршевских прототипах, эта трансмиссия показала себя ненадежной, дорогой и не очень эффективной в данной машине, поэтому, в общем-то, тоже каких-то особых преимуществ данному танку она не принесла. Ну и вообще, если рассматривать машину в общем, то было заказано 400 единиц, все они были выпущены, но повторных заказов не было и не появилось, потому что стало понятно, что машина, к сожалению, какими-то особыми характеристиками, выдающимися, не обладает. А там уже были разработаны легкие FT-17, которые были наголову выше и Шнейдера, и Сен-Шамона, и которые во многом предопределили французское и мировое танкостроение в будущем. И на фоне FT-17, конечно, данная машина практически сразу устарела и далее не производилась. То есть, танк, в общем-то, относительно проходной, на мой взгляд, интересен он исключительно своим специфическим внешним видом, и, конечно, он интересен тем, что практически все они несли очень интересные варианты окраски, достаточно сложные, но при этом бросающиеся в глаза. Вот, в общем-то, я думаю, и все, что стоит сказать об истории данной машины. Инструкция. Инструкция А4 формата, причем, как обычно, у такома сгибается по короткой стороне, что, на мой взгляд, не очень удобно. Здесь у нас представлена историческая справка, буквально в 4,5 строчке, то есть, полноценно ее назвать нельзя, и всех интересующихся отправляют в Википедию у нас, такому. Ну, здесь благодарности от создателей набора, стандартные инструкции. Раскладка деталей по рамкам, тут, я думаю, тоже все понятно, и начинается сборка. Ну, что тут сразу можно обратить внимание? Во-первых, конечно, то, что у нас корпус дается одной деталью, это очень здорово, очень удобно, и, в принципе, в стиле такома последнего времени. Также обращают на себя внимание то, что люки и двери выполнены отдельными деталями, то есть, если вы, допустим, захотите показать машине интерьер, там, неважно, сделав его самостоятельно или купив, вы сможете легко это сделать, то есть, не придется ничего вырезать, высверливать и так далее. То есть, это, на мой взгляд, очень хорошо. Продолжение сборки элементов на верхней части корпуса. Тут тоже, на мой взгляд, все достаточно понятно. На мой взгляд, может быть, даже излишне мало каких-то деталей на один этап инструкции, но, с другой стороны, мы гарантированно не запутаемся. То есть, наверное, это скорее плюс, чем минус. Установка орудия в лобовую деталь. По видимости, орудие получит возможность у нас перемещаться, то есть, здесь предлагается не приклеивать детали. Также пулеметы тоже у нас останутся подвижными в своих установках. Ну, на мой взгляд, это, конечно, тоже хорошо и удобно. Так, далее у нас установка пулеметов в корпус, установка распорок, которые нам помогут установить нижнюю часть корпуса, днище. Тут тоже, на мой взгляд, все вполне очевидно. Сборка и установка элементов для увеличения проходимости танка. Ну, тут видно, что на носу и в корме вставлялись специальные такие, как бочечки, которые имели возможность вращения. Соответственно, когда танк наезжал на препятствие, он при их помощи перекатывался. Продолжение сборки неких элементов на днище корпуса. Я так понимаю, это узлы, к которым будет в дальнейшем крепиться подвеска. Тут тоже, на мой взгляд, все достаточно понятно. Ну, и так далее. Тут продолжение тоже элементы для крепления деталей подвески. В общем-то, продолжение. Опять же, я повторюсь, не так много деталей на каждый элемент, чтобы мы уже точно не запутались. Так, ну, здесь уже установка поддерживающих роликов, насколько я понимаю, которые тоже у нас останутся подвижными, благодаря тому, что приклеивать детали мы не будем. Установка, сборка, установка ведущих звездочек и ленивцев. Ну, тут тоже, в общем-то, все, на мой взгляд, понятно. Единственное, что повторюсь, очень неудобно, конечно, листать такую инструкцию при таком формате. Продолжение сборки элементов, на которых будет держаться наша ходовая часть. Тут тоже, в общем-то, все достаточно понятно. Деталей мелких много, но запутаться мы не должны из-за того, что их не так много на каждый элемент схемы. Движемся мы к финалу. Здесь уже установка основных роликов, установка всех тех элементов, которые мы собирали до этого. Тоже, в общем-то, по идее, здесь путаться негде. Это не FT-17 от Менга, в котором, возможно, путаница. Здесь, на мой взгляд, все достаточно однозначно. Вот, наконец, у нас устанавливаются пружины. Все тележки практически готовы. Все, в общем-то, тоже, на мой взгляд, понятно. И один из финальных этапов. У нас в полном составе вся ходовая часть вместе с подвеской устанавливается на дно корпуса. То есть, происходит некое объединение разных подсборок, которые мы до этого делали. Здесь некие предфинальные элементы установки внутренних частей, ниш для гусениц, на которые мы в будущем как раз прикрепим верхнюю часть нашего корпуса. Здесь инструкция становится совсем неудобной. То есть, тут еще и разворот некий. Значит, здесь мы видим, что как раз на нижнюю часть корпуса устанавливается верхняя часть. По идее, швы должны быть незаметными. Скорее всего, они будут идти в тех местах, где и у настоящего танка были швы. Ну, это только сборка покажет. Но так предварительно все выглядит достаточно нормально. Установка нижних кормовой и лобовой деталей. Тут тоже все, в общем-то, понятно. Тоже по швам они, по идее, должны совпадать с членением настоящего танка. Все тут тоже хорошо. И финальный момент – это сборка гусеницы. Здесь мы видим, что каждый трак у нас состоит из трех деталей. То есть, соответственно, сил и нервов нам, скорее всего, эта ходовая часть потратит в достаточном количестве. Потому что, конечно, собирать трак из нескольких деталей, на мой взгляд, это издевательство. То есть, это только на картинке выглядит все так легко и просто. По всей видимости, это будет нелегко и непросто. Ну, вот тут мы видим, устанавливается гусеница на модель. И финальный вид – полностью собранный танк. И фигурка танкиста показана, как собирается. По поводу его окраски нам предлагают обратиться к бокс-арту. Ну, в общем-то, по сборке, я думаю, все понятно. Схема окраски типична для Такома, представленная в палитре Амамик. Других красок нам не предлагают. Если вы пользуетесь другими красками, соответственно, придется искать в интернете таблицы соответствия. В остальном, все остальное очень, на мой взгляд, хорошо. Здесь показана машина со всех возможных проекций, в достаточно крупном размере, естественно, в полноцвете. Все цвета указаны, декали указаны, все очень хорошо. То есть, вся необходимая и достаточная информация здесь представлена. То есть, как обычно, у Такома схема окраски, на мой взгляд, практически эталонные. Здесь мы видим захваченную немцами машину со всех сторон. С обратной стороны у нас три танка, которые представлены, к сожалению, только с одного борта. Соответственно, нам придется либо искать для этих машин уже фотографии со всех сторон, либо какие-то боековики, либо самим додумывать, каким образом располагались пятна камуфляжа на этих машинах. Ну, то есть, опять же, с той стороны танк со всех сторон эталонный вариант. Здесь, к сожалению, уже все не так здорово. Нам придется самим, возможно, искать какую-то информацию. Касательно самих схем окраски тоже можно отметить, что, как обычно, у французов они очень непростые. Здесь много цветов, либо с какими-то мелкими элементами разноцветными, либо крупные пятна с четкими границами, еще и подведенными черным. То есть, скорее всего, конечно, в плане окраски данная модель будет не очень простой. То есть, придется немножечко подумать, как ее таким образом красиво покрасить. Пластик. Пластик такой оставляет достаточно двоякое впечатление. С одной стороны, литье достаточно четкое, достаточно ажурное, неплохо получились мелкие детали, заклепки и так далее. С другой стороны, если присмотреться, то можно увидеть, что шов разъема форм, мало того, что достаточно значительный, есть еще и небольшое смещение. То есть, на каких-то деталях это, конечно, будет незначительно, но, например, вот на пружинах, на мой взгляд, это более чем заметно, и обрабатывать будет достаточно непросто. Также, если посмотреть с обратной стороны, то у нас достаточно заметные следы от толкателей. Вот, например, здесь, опять же, или здесь, на ведущем колесе. Ну, это не везде будет видно, но всегда есть риск того, что где-то на заметном месте это тоже вылезет. Также отмечу пулеметы. С одной стороны, тоже у нас очень здорово проработана казенная часть, все очень у нас здесь хорошо и красиво, а с другой стороны, нет отверстия в стволе. Ствол достаточно тонкий, и сверлить там будет, конечно, то еще удовольствие. Поэтому, на мой взгляд, пластик такой двоякий. То есть, сборка, конечно, покажет, причем обычно сборка показывает все в худшую сторону. Вот, но предварительно, скажем так, на четверочку. Не супер, не то, чтобы я испытал какой-то восторг. Рамка с различными элементами корпуса. Здесь что бросилось мне в глаза? Что, например, сделано отверстие в глушителе, хотя, опять же, не сделано в пулеметах. На мой взгляд, в пулеметах оно было бы гораздо важнее, потому что глушитель-то высвелить, в общем-то, проще простого. Также обращу внимание на орудие. Оно сделано из двух деталей. Соответственно, верхнюю часть нам, скорее всего, надо будет обрабатывать, то есть, прошпаклевывать и зашлифовывать. На этой же рамке у нас располагается фигурка танкиста. Ну, что можно сказать? Данный месье, конечно, не очень хорошо получился. Он подзамылен, он покрыт облоем. Вот, если присмотреться, я думаю, видно на голове, да и на туловище тоже. Конечно, до смолы данная фигурка однозначно не дотягивает. Ну, до пластика не до всякого. То есть, есть, конечно, и хуже, есть лучше, поэтому, на мой взгляд, он такой более чем средненький. Здесь также видны с обратной стороны многочисленные следы оттолкателей, но здесь, скорее всего, они все останутся на невидной стороне. То есть, здесь это не так критично, как на деталях ходовой части. Еще одна рамка с деталями корпуса. Тоже при поверхностном взгляде все выглядит просто замечательно, но, например, если посмотреть на вот эти детали с той стороны, где у нас размыкалась форма, то легко можно увидеть, что там у нас и облой, и смещение. Опять же, поскольку это ходовая часть, возможно, это будет не очень заметно. Но если это будут видные детали, конечно, тогда это плохо, потому что убирать данные дефекты не очень удобно. В остальном, опять же, если не брать шов и микросмещение, все достаточно хорошо. Литье рельефное, четкое, там каких-то замыльностей и прочего я не вижу. Еще одна рамка. Значит, тут все то же самое. С одной стороны, на крупных деталях четкое, хорошее литье. С другой стороны, сразу обращает на себя внимание то, что по краям деталей появился уже небольшой облой. Здесь, здесь, здесь он уже даже не небольшой. То есть, определенная зашлифовка, определенная зачистка нам, несомненно, понадобится. То есть, просто взять и собрать эту модель у нас, к сожалению, не выйдет. Придется немножечко приложить руки. Ну, с внутренней стороны, как и везде, все покрыто следами от толкателей. Но, опять же, если не открывать крышки, если не открывать люки, то это, в общем-то, нас сильно волновать не должно. Также вот здесь видны следы от толкателей на деталях подвески. Тут, опять же, только сборка покажет. Если это будет смотреть во внутреннюю сторону, в общем-то, ничего страшного. Если во внешнюю, если это будет смотреть наружу, придется зашпаклевывать и зашлифовывать, что, конечно, не очень хорошо. Корпус. Ну, корпус, на мой взгляд, конечно, представляет из себя одну из сильных сторон данной модели, поскольку такая у нас большая и сложная деталь отлита в один элемент. И отлита, на мой взгляд, очень хорошо. Все заклепочки у нас рельефные. Все очень здорово. И это, конечно, на мой взгляд, очень неплохо. Очень облегчает нашу моделистскую жизнь. Вот такое исполнение деталей. То есть, здесь, на мой взгляд, придраться не к чему толкать или все снизу. Я, честно говоря, даже сходу не вижу швов от разъема формы. По видимости, вот здесь они идут, но они совершенно незаметны. То есть, возможно, даже не придется искать их и вышлифовывать. Ну, во всяком случае, предварительно. Ну, единственное, что может быть, то, что здесь вот расположены технологические каналы. Но, опять же, по видимости, это все-таки производственная необходимость. И это вполне терпимо, вполне легко удаляемо. То есть, корпус, конечно, получился очень здорово. Ну, и тут же, следом, самая слабая, на мой взгляд, часть данной модели – это траки. Здесь вы можете видеть, что каждый трак у нас состоит из трех деталей. То есть, нам придется собирать, соответственно, каждую гусеницу из множества деталей. Плюс нам надо будет еще заботиться о том, чтобы это все стояло ровно, без перекосов, без искривлений. То есть, удовольствие, на мой взгляд, конечно, очень сомнительное. Также отмечу сами траки. С внешней стороны виден небольшой след от толкателя, который остался с внутренней стороны. То есть, по видимости, после покраски это все уйдет. А вот непосредственно здесь видно, что следы от толкателя у нас выступающие. Ну, опять же, скорее всего, этого видно не будет. Это место будет скрыто у нас между вот этими самыми полозьями-гребнями. Поэтому тут, наверное, только для перфекционистов будут проблемы за шлифовкой и удалением этих следов. На мой взгляд, это совершенно не обязательно. Но сам по себе, конечно, процесс сборки такой гусеницы, когда каждый трак из трех деталей, это, на мой взгляд, минус. Это недостаток. Ну, конечно, посмотрим, как они будут собираться, но вряд ли будет легкая прогулка. Последний элемент – это декаль. Декаль, ну, достаточно ярко отпечатана. Никаких-то смещений я не вижу. Все выглядит весьма неплохо. Схема нанесения декалей в инструкции, как я уже говорил, достаточно подробная. То есть, тут, скорее всего, все достаточно хорошо. Больше в коробке у нас ничего нет. Во всяком случае, прозрачные детали этой машине не нужны, а отравления здесь полностью отсутствуют. Ну что ж, подведем итоги. Как обычно, достоинства и недостатки. По достоинствам что можно выделить? Прежде всего, конечно, интересный, неизбитый прототип. И выглядит машина необычно, и схема окраски имеет достаточно интересные, достаточно яркие. Благодаря этому всему она, конечно, внимание на полке будет привлекать. Плюс по достоинствам что еще можно сказать? Это, конечно же, корпус в одну деталь. То есть, нам не придется заниматься стыковкой крыши и бортов. Здесь часть работы у нас уже выполнена. Плюсом можно назвать рабочие гусеницы, хотя и с некими оговорками. На мой взгляд, достоинством является то, что в наборе есть фигурка танкиста. Да, она, конечно, тоже не идеальная, но, в принципе, вполне приемлемая. И отдельным достоинством отмечу инструкцию и достаточно подробные схемы окраски. Ну и само по себе большое количество вариантов окраски данного прототипа, который предлагает инструкция. Это, мне кажется, тоже достоинство. По недостаткам что можно сказать? Ну, прежде всего, это, конечно, дефекты литья. Литьё, к сожалению, дотомии не дотягивает. Придется поработать, особенно с мелкими деталями, с мелкой деталировкой. Есть замыленности, есть облой, есть микросмещение. То есть, приложить руки, конечно же, придется. Ну, относительным недостатком является то, что схемы окраски только на один прототип даны с четырех сторон. Я думаю, это связано с тем, что просто на другие прототипы не существует фотографии. Поэтому разработчикам пришлось бы додумывать. Что ещё можно сказать? Ну, конечно же, траки из трёх деталей. Они потребуют достаточно много времени и нервов при сборке. Всё-таки, конечно, желательно, чтобы траки в моделях были из одной детали, чтобы не было необходимости их стыковать между собой. Но, тем не менее, здесь это так. Здесь трак из трёх деталей. И это займёт определённое время сборкой гусеницы. Ну, и, конечно, ствол орудия из пулемётов. Пулемёты не имеют отверстий. Ствол орудия сделан из двух деталей. То есть, придётся шлифовать шов. Всё это тоже нам, в общем-то, задачу не упрощает. И придётся определённые усилия и в этом моменте тоже приложить. По общему итогу, что можно сказать? Интересный прототип, но не самый простой, не самый элементарный в сборке. Поэтому, на мой взгляд, если вы хотите абы какой танк Первой мировой войны, то тут лучше обратиться к Менгу или к Томии. Если же вам необходим именно Сен-Шамон, то, конечно, это неплохой вариант. Хотя ещё есть модель от Тромпетера, но я её в руках, к сожалению, не держал. Но, тем не менее, так он вполне приемлемый. То есть, он не идеально собирающийся, я думаю, но если приложить руки, то всё вполне реально. Вот, в общем-то, и всё. То есть, для новичков эта модель, я думаю, ни в коем случае не рекомендуется. А для достаточно опытных моделистов вполне можно с ней справиться. Это всё-таки не какое-нибудь, не что-нибудь совсем плохое. Вот, в общем-то, на этом всё. С вами был канал Armour Master. Если вам было интересно, ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых видео. Подписывайтесь. Всем пока!